Добрый день. Сегодня хочу поделиться ощущением того, что одиночество, или можно назвать это состояние, когда ты наедине с самим собой, как будто оно специально далеко, далеко и на первый план приходят вещи совершенно другие, то есть пойти на какое-то мероприятие, пойти на тусовку и остаться и побыть наедине с собой. Причем целенаправленно, осознанно подумать, почувствовать вот это наслаждение быть самим собой, вот эти инсайты, ощущения, что вот эта вот сила, мощь, которую ты несешь внутри, и когда именно видишь ее, касаешься ее, чувствуешь, и из этого состояния, когда тебе никто не нужен, не нужно перезаряжаться от других людей, и не нужно псевдообмен энергиями совершать с людьми, а из своего состояния целостности создавать, творить, это ценно, в этом есть ценность, потому как очень легко поддаться иллюзиям, что вот я поеду сейчас на тусовку, там с кем-то познакомлюсь и что-то создам. Наверное, это из-за какой-то неуверенности в том, что внутри тебя есть достаточно, внутри тебя есть уже полная, сформировавшаяся идея, осталось ее просто осветить и транслировать, осталось ее только вот так вот направить, и чтобы вот это пламя не погасло, раздувать ее. Фокус внимания на нем, из правильного состояния, кроме правильного состояния сознания, нам по сути ничего не надо для того, чтобы создавать, творить, чувствовать себя удовлетворенным. Но кто мешает нам входить в это правильное, грубо говоря, правильное, в некое условное состояние сознания? По сути, если отвечать на вопрос, то, наверное, я сам себе мешаю, потому что придумываю какие-то отговорки, что вот сей час я это сделать не могу, а счастье — это от слова сей час, когда в моменте, в этом моменте, в сей час, ты соединен внутри себя с твоим внутренним стержнем, с твоим внутренним голосом, с твоим внутренним спокойствием. Не надо доказывать ни себе, ни окружающим, ты просто чувствуешь вот эту магнитную амплитуду, которая из тебя хочет вырваться и тем самым наполняет тебя. Это как, знаешь, это как канал. Вот являешься связующим звеном между чем-то высшим, большим, вселенским, да, и тем, что какой у тебя объем, какой ты можешь принять из космоса и транслировать в этот мир, но путем своего языка, своего лексикона, своего уровня, понимания, восприятия этой реальности. Тяжело иногда ощущение поместить в ограниченный язык, потому что слова, они, по сути, несут ограничения. Если бы можно было эту картинку в голове взять и передать, как вот загрузил свою картину молча, не говоря ни одного слова, а люди, которые сейчас подключаются, они могут просто скачать и увидеть то, что видишь ты. Это был бы другой, да, перенос информации, видения. Крутое состояние, когда никуда не торопишься, когда время играет, ты вовремя, ты никуда не опаздываешь. И тебе есть возможность посвятить тому, что действительно важно в свое время. Рад, что смогу очередное видео выставить на канал, рад, что канал оживает. И если у вас есть какие-то интересные идеи, мне очень понравилось последние два видео читать комментарии. У меня очень крутые подписчики, с которыми я веду диалог и сам учусь, пытаясь ответить на какие-то вопросы. Так что с удовольствием буду отвечать и читать какие-то интересные предложения. Обнял всех.